Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. Коротко о главных событиях Алтайского края расскажу вам я, Кирилл Гузев. Новую федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий презентуют сегодня на форуме в Барноуле. Все подробности выпуски. Два ДТП за неделю, одно со смертельным исходом. Жители барнаульского поселка беспокоят опасный перекресток. Как решают проблему? Какой будет погода в регионе на первой неделе июня? Прогнозы синоптиков через несколько минут. Новую федеральную программу по устойчивому развитию сельских территорий презентуют сегодня на форуме в Барноуле. В эти минуты он начинается в парламентском центре Алтайского края. В работе форума примет участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, представители Минсельхоза России, Совета Федерации и Государственной Думы. Реализация программы развития сельских территорий стартует в стране с 1 января 2020 года. Председатель АКЗС Александр Романенко считает, что российским селам необходимо более пристальное внимание государства. Последние годы за счет федерального бюджета на эти цели выделялась сумма равная 17-16 миллиардам рублей. Конечно, это мало. Очень много вопросов, связанных в части дорожного строительства, газификации, водопроводов, строительства жилья для молодых специалистов. Здравоохранение и образование за эти деньги не решишь. Поэтому мы настаивали, и президент нас услышал, дано поручение правительству Российской Федерации. Более 2 триллионов рублей будет выделено на предстоящую шестилетку, до 200 миллиардов рублей будет увеличена сумма финансирования ежегодная. Конечно, нас это радует. В жилых домах Бийска добираться до верхних этажей будет быстрее и безопаснее. Капитальный ремонт лифтов проходит в доме на улице Короленко. Какие преимущества у нового оборудования, расскажет Вадим Слюсарев. Очень красивые полы, кнопки, зеркала. Представляете, поручни. Такой была первая реакция Ольги Рогозиной на новый лифт. В дом по адресу Короленко, 24, она заехала в далеком 90-м году. С того времени лифт в подъезде капитально не ремонтировали. По словам Ольги, ехать было страшно. Все чаще и чаще лифт ломался. В последние дни очень много, потому что он стал выше, останавливается порожка. И нам уже стало страшновато, потому что износ, это очевидно. И годы-то 90-е. В этом году в доме на Короленко отремонтируют три лифта. Стоимость работы около 6 миллионов рублей. В новых лифтах антивандальные кнопки. Не горят и рисовать на них тяжело. Есть зеркала и поручни. Но главное – скрыто от глаз. Все процессы контролирует автоматика. А если вдруг возникает проблема, компьютер ее диагностирует. И лифтер быстро устранит неполадку. Можно даже вызывать попутно лифт, если спускается вниз, чтобы он остановился на этажах, чтобы забирал людей и так далее. По перегрузу они более как бы идут лучше устроенные. То есть если там будет больше определенного веса, то он не поедет, не закроется дверь и так далее. Некоторые кнопки идут с шрифтом брейля, чтобы слепым людям можно было так же ориентироваться. Всего в 2019 году в Наукограде по краевой программе капремонта регоператор отремонтирует 43 многоквартирных дома. Стоимость работ составит более 153 миллионов рублей. Из них более 73 миллионов стоимость, 33 лифта в 22 многоквартирных домах. Остальные средства пойдут преимущественно на ремонт крыш. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев, новости. Чрезвычайно опасным называют жителей поселка Кирова в Барнауле перекресток Кутузова с улицей Каландаришвили. Только в мае там произошло два ДТП. Одно со смертельным исходом. Почему пешеходный перекресток столь опасен? Поможет ли установка светофора? Выясняла наша съемочная группа. Этот перекресток пользуется дурной славой у жителей улицы Кутузова. Неделю назад здесь погиб 9-летний мальчик. А за два дня до трагедии здесь же избили девушку-подростка. Сейчас она в больнице. Местные жители уверяют, аварии на этом участке случаются регулярно. Самое главное, что вот сейчас просто очень тихо едут машины. Обычно они несутся здесь. И дети после этой трагедии, вот он в столб стоит, как напоминание об этой трагедии. Дети боятся последние дни ходить в школу. Они плачут, они боятся. Лихачить на этом участке водители больше не будут. После печальных последствий сотрудники ГИБДД ограничили скорость 50 км в час. В настоящее время рассматривается вопрос о снижении скорости до 40 км в час. Изучаются технические возможности. А жители поселка Кирова считают, проблему решит установка светофора. Собрали 300 подписей и отправили обращение в комитет по дорожному хозяйству города, который и занимается подобными вопросами. Через 30 дней получат официальный ответ. Но очевидно, что полностью эту проблему не решит. Многое зависит и от поведения самих пешеходов. В том же ДТП на Кутузово, как свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, ребенок пересекал проезжую часть на велосипеде. А это запрещено. Только уважение к правилам дорожного движения гарантирует безопасность на пешеходном переходе. Евгения Князева, Анна Муратова, Денис Кузьменко. Новости. Опыт Рубцовска и сибирской генерирующей компании по переводу города на новую модель рынка тепла альтернативную котельную перенимают в другие регионы России. В течение двух дней в нашем регионе работали представители города Волжский, Волгоградской области. В свое время эксперимент по переходу в ценовую зону вдохнул новую жизнь во всю систему ЖКХ Рубцовска. Теплосети и оборудование Южной тепловой станции давно требовали обновления. Новый метод тарифообразования позволил администрации города дать сибирской генерирующей компании гарантии возврата вложенных средств в течение 12 лет. Взамен Рубцовск получил модернизированную и надежную систему теплоснабжения. И вот 2018-2019 год показал, что те опасения, риски и усилия не на раз на спокойно отработали за много-много лет отопительный сезон. Поэтому у нас, слава Богу, все получилось. Мы надеемся, что наш опыт пригодится и в Волжске. В городе Волжске и планируют увеличить объем ремонтной и инвестиционной программ на теплосетях. Для этого и пригодится опыт Рубцовска по переводу муниципалитета в ценовую зону. Главная цель – бесперебойно обеспечивать людей теплом и горячей водой. Я считаю о том, что на этой земле очень хорошо и положительно решаются вопросы бесперебойного энергообеспечения и энергоснабжения населения. Ваш положительный опыт, который, ну, скажем так, растиражирован, по крайней мере, в Российской Федерации, и, может быть, мы, возможно, и применим у себя. Поэтому мы хотели бы здесь проработать такие серьезные вопросы, связанные с тем, чтобы наш город, у которого является тоже, в общем-то, одна практически ресурсоснабжающая организация, мы хотели бы тоже посмотреть и применить данные методику. После делового общения делегация Волжского посетила Южную тепловую станцию. Напомним, что в обновление системы теплоснабжения «Рубцовска» сибирская генерирующая компания всего за два года вложила более двух миллиардов рублей. Южную тепловую станцию оборудовали двумя новыми котлами. Современной топливоподачей установили турбогенератор мощностью 6 мегаватт. В городе построили и реконструировали порядка 20 километров теплосетей. Глеб Полянский, Максим Добровольский. Новости. Можжевельник высадили на аллее у главного корпуса медицинского университета. Акцию приурочили к Международному дню защиты детей. В ней поучаствовали преподаватели, студенты и сотрудники вуза. Давай, 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 вот молодец. Праздничные закладки аллеи «Наше будущее» участвуют. Аллея почетных профессоров медицинского университета появилась в октябре прошлого года. Тогда на ней посадили 15 елей в честь заслуженных работников вуза. Под каждым деревом есть именная табличка. Ухаживают за ними почетные преподаватели вместе со своими детьми. Добавлю, еще больше деревьев посадят на аллее 1 октября, когда университет отпразднует юбилей 65 лет. Можжевельник, как правильно сегодня говорят, это вечное, это будущее. И приурочили, чтобы в Можжевельник садили и дети, День защиты детей, и почетные профессора. И вот сегодня 10 можжевельников, аллею можжевельников, продолжая эту традицию, в честь памяти почетных профессоров, в честь памяти нашего университета, и соединяя вот эти хорошие традиции. Стало известно, какой будет погода в первую неделю июня. Итак, дневная температура воздуха составит плюс 20, плюс 24 градусов тепла. Ночью она опустится до плюс 13, плюс 17 градусов. Дождей с 1 по 7 июня не ожидается. В основном переменная облачность. Порывы ветра от 4 до 5 метров в секунду. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго!